Американские животные Недорогая, почти инди-драма с комедийными элементами и банальной темой, которую подают не самым банальным образом. Из-за своего контекста. 2004 год. Два студента узнают, что в библиотеке их университета В особой секции Кхм, простите. Находятся очень редкие книги, за которые можно было бы получить очень неплохие деньги. Они решают украсть эти книги. Даже не из-за денег, а из любопытства, как это сделать и что будет потом. Парочка берет в команду еще двух товарищей, и вместе они начинают готовить самое... Странно мотивированное преступление. Да, это очередной фильм про подготовку и совершение ограбления. Однако фишка в том, что вся эта история основана на реальных событиях. Причем, авторы подчеркивают, что она максимально приближена к тому, что было на самом деле. Но с небольшой оговоркой, которая придает кино, как мне кажется. Перчинки. Сюжет максимально приближен к тому, что помнят сами фигуранты дела. Ага, реальные похитители в течение картины постоянно комментируют происходящее, что делает животных полудокументальными. Наполовину, потому что и сами создатели не могут сказать с уверенностью, что преступники-энтузиасты говорят правду. Вот в этом и главная прикольная черта истории. Сам факт ограбления не подлежит сомнению, но то, как все происходило, и причины всего этого разнятся и вступают в противоречия даже внутри самого хода сюжета. Спасибо комментариям воров, каждый из которых помнит все со своей точки зрения. Если же брать именно сценарную часть, то здесь вполне легко увидеть попытки подвести реальные события по стандартную структуру. Здесь очевидное разделение на три акта, обязательные ходы и твисты. Персонажей ждет ожидаемый вектор развития. Вообще, даже удивляет, что все тут так вписалось в общий шаблон. Но несмотря на это слово «шаблон», в сюжете есть место ярким, классным и нешаблонным моментам. И в своем несерьезном и даже с нотами абсурда общем тоне, здесь есть место неплохо исполненному саспенсу, хоть мы и так знаем, чем все закончится. В общем, сюжет прост и не отличается чем-то особым, уникальным, выдающимся. Кроме очень серой морали и спорах о ней. Но за ним вполне интересно наблюдать, как раз из-за его подачи. Ну и из-за того, что все тут не как у людей. Вообще, весь фильм на самом деле о попытках выбраться из обычного хода вещей. Частично этому помогают, очевидно, персонажи. По сути, есть всего четыре действующих лица, остальные почти не важны. Хотя, вообще-то и вторая двойка основных нужна на функциональном уровне. Так вот, в «Животных» реализован вот какой подход. Что-то среднее между нормальной полноценной актерской игрой и отображением реакции в реальной жизни. Но вы знаете эту условную усредненную шкалу экспрессии. Реальность, кино, театр. Здесь актеры не забивают на то, что им нужно играть, но они это делают с поправкой на то, что в реальности люди ведут себя не так, как необходимо в кино. Ну, кроме персонажа, которого показывает Эван Питерс. Но, я так понял, там и настоящий человек, тот еще фрукт. В целом, здесь сохранена общая, околодокументальная картина. С персонажами и актерами, почти все из которых малоизвестны, проведена примерно такая же работа, как и, например, в документальных фильмах и сериалах с художественными вставками или реконструкциями. Но немного более, пардон за повтор, художественная. Это выглядит органично, так что и проблем не вызывает. Если же брать техническую часть, то даже со своим небольшим бюджетом, в обратном я сильно сомневаюсь, создатели стараются сделать приятно глазам и ушам. Здесь хорошая картинка, не халтурная операторская работа, простенькая, но достаточная работа с эпохой, в виде окружения. Монтаж стоит выделить отдельно. Вот есть фильмы, в которых монтаж настолько правильно выполнен, что обычный зритель его вообще не заметит. У животных все наоборот. Он яркий, он лезет в лицо, он желает быть замеченным. Ему это удается, и при этом он не скатывается в навязчивость, раздражение или ненужность. Музыка отлично вписывается в местный тон и время действия, что оригинальное, что лицензированное, которой еще и много. Я слышал мнение еб***тых, будто фильм оправдывает и пытается вызвать симпатию к этим преступникам. Но они ведь на то и еб***тые, чтобы не видеть солнце в ясный день. Кино использует столкновение несерьезного тона в головах и жестокой реальности, чтобы даже для самых тугодумных подчеркнуть, что персонажи здесь – идиоты-подростки с ветром в голове, разочаровавшиеся в скучной жизни и додумавшиеся решить эту проблему радикально глупым образом. Высказаться дают всем сторонам конфликта, так сказать, а что из этого вынести – уже на совести зрителя. Главное, что здесь есть материал, из которого можно кое-что вынести. А вот из Vox Luxe, к сожалению, не получается ни вынести что-то, ни вступить в полемику с сюжетной частью внутри своей головы. 99-й год На Ачибе Нью-Йорка живет и ходит в музыкальную школу Селеста, самая обычная девочка, каких миллионы. Одним утром в ее класс заходит еще один учащийся и открывает стрельбу, в результате которой выживает только главная героиня и то, чуть ли не оставшись инвалидом. Спустя некоторое время она вместе со своей сестрой пишет песню об этом событии и ее замечают в большой индустрии, делая восходящей звездой. Завязка отличнейшая. Она сразу же ставит главной темой получение известности и становление знаменитой из-за трагедии и смерти. Причем сначала Селеста использует свое положение неосознанно, от манипуляции больших дяденек. Но спустя время все меняется и вот уже мы видим ослепленную своим свечением стерву. И вот если бы сценарист и режиссер Брейди Корбетт продолжил давить и развивать именно эту тему, то кино могло бы получиться как минимум небанальным и актуальным. Но он забивает на нее почти сразу и потом мы видим так набившую оскоменную историю про моральное падение от лучей славы. Самое обидное, что начинается фильм великолепно. Пролог в виде сцены в школе поставлен и реализован классно, несмотря на свою простоту и прямолинейность, как у линейки. Пардон за еще один повтор. Здесь фильм стилизован под кино 70-х, и эта стилизация прямо сочится из всех щелей и настраивает на определенную атмосферу, и что картина будет отличаться от обычных современных драм. Но чем дальше в лес, тем беззубие партизаны. Вокс-люкс постепенно превращается в во всех смыслах обычное произведение о начинающем творческом человеке и его дороге к успеху. Набор стандартный, только и его нам показывают не полностью. В какой-то момент повествование прыгает на 15 лет вперед, а развитие героя нам не показывают, а рассказывают закадровым голосом. Стоит ли говорить, как разочаровывающе все это выглядит? И чем дальше, тем сильнее картина скатывается в неспособность что-то сказать на ту тему, на которую она якобы намеревалась. Изредка проскакивают отдельные и на общем фоне слабые кусочки и фразы забытой темы, но как раз в этом общем фоне она и умирает. Корбетт в своем Вокс-люкс сам не понимает, что он хочет показывать и о чем рассказывать. Именно этот внутренний конфликт для меня убил кино. Особенно концовка. Ждешь, что вот в самом финале, после выступления, нам дадут что-то к размышлению. Или что главная героиня что-то для себя вынесет, или что побочная линия с очередным шутингом как-то разовьется. Но нифига. Нифига этого нет, и вот от концовки я в прямом смысле охуел. У фильма нет конца. Он не подводит никакую финальную черту. Он никак не подытоживает себя. Хотя нет, здесь есть кое-что, что можно списать на подытоживание. Но вот это уже похоже на то оправдание отвратительного поведения, что кто-то пытался найти в животных. В общем, в плане истории у Vox Luxe очень крутая идея и отвратительная реализация. Но быть может ситуацию могли бы исправить актеры и сами персонажи? Конечно могли бы. И я говорю в первую очередь о Натали Портман. Она очень страстно играет ууууууууууууууу суку, но нередко из-за этой страсти она срывается почти в что-то среднее между гротеском и карикатурой. Её игра очень навязчива, она прямо орёт, смотри, как я играю. Я ценю искру актрисы, но иногда были моменты откровенного Станиславского «не верю». Полной противоположностью Портман здесь выступает Рэффи Кэссиди, которая сыграла и молодую Селесту, и её дочь спустя 15 лет. Не знаю почему, но не показывая какой-то выдающейся игры, она вполне обычная и даже осторожная. Кэссиди приковывает к себе взгляд как магнит. Странная штука, спешу её на личные причины. Есть здесь и Джуд Лоу. Он исполняет менеджера Селесты, который и приводит ту в индустрию музыки. Его персонаж вызывает больше симпатии, чем все остальные. Он ответственный, он не склоняет молодую, а потом немолодую, певичку к разным вещам и действиям, по крайней мере в кадре. И вообще старается держать в рамках ЧСВшную стерву. Сыгран нормально, без перегибов или халтуры. А вот кого мне не хватило, так это Стейси Мартин, которую вы могли видеть, даже слишком видеть, в нимфоманке фон Триера. Вот её персонаж тоже вызывает много симпатии. Сестра Селесты, которая с самого инцидента постоянно была рядом с ней и поддерживала. Писала для неё песни, ухаживала за её дочерью и вообще, можно сказать, отдала ей свою жизнь. И её тоже мало, точнее, недостаточно для такой героини. А ещё тут есть Уильям Дефо, но в виде закадрового рассказчика. В общем, сценарные проблемы некоторым образом накладываются и на персонажей, и на актёров. Визуально ситуация почти как у истории. Пролог из-за своей стилизации выглядит и звучит офигенно. Местами просто вах. Но чем дальше, тем проще и обычнее становится техническая часть. Она неплохая, но с задранной планки всё же срывается. Думаю, особо вдаваться в неё не стану. Все показательные вещи я уже по ходу дела показал. Остановлюсь на музыке. Есть оригинальная, с ней всё в порядке, она вписывается и подходит к действу. И есть песни, которые написала Сия. Может быть, это сделано специально, но они очень ленивые и просто никакие. Не буду врать, у Сии я слышал только Шенделея, но эту песню я искренне люблю. И это не нелюбовь к жанру. Есть крутой поп, но музыка Vox Luxe к нему не относится. Единственное, что её немного исправляет, это то, что тексты напрямую связаны с сюжетом фильма. И хореографически финальное выступление это и близко не экстаз ненавистного мною Ноэ. Vox Luxe я приметил ещё когда впервые о нём услышал. Всё же Портман и Крутая Завязка подогревали интерес. Но в итоге от кино не осталось ничего, кроме разочарования от реализации. Такая актуальная вещь и такой исход. Если эта картина кому-то искренне понравилась, то я рад за них и сам хотел бы. Но не судьба. Обидно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова